Привет, я Саня Кулинич и сейчас я начинаю свой новогодний влог 2018. Этот год для меня был очень насыщенным в плане того, что мой канал на ютубе развился и все это благодаря видео самогон из кока-колы и в этом году в моем городе осуществлена была мечта моего детства я увидел машины едущие с кока-колой а еще я хочу вам рассказать и показать как украшен мой город к новому году и как достигается новогоднее настроение в нашем провинциальном городке а и и а еще в этом году у меня есть незаконченное дельце мне нужно окончательно протестировать и продегустировать что получилось из дрожжей москва стайл ну и в конце видео я естественно накидаюсь а 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 но с приступим к дегустации самое время продегустировать получившийся продукт после первого перегона браги а браги было 30 литров у меня получилось где-то около 8 литров спирта сырца он был порядка 40 градусов а в итоге я перегнал два раза по 8 литров 20 градусного спирта сырца и у меня получилось в итоге в общем 5 литров 40 градусного готового и уже отфильтрованного естественно продукта фильтрация ни одного градуса не забрала как вы помните в тесте про спиртовые дрожжи дрожжи москва стайл потерпели фиаско и я дал им шанс может быть все таки какие-то вкусовые качества могут меня удивить но после моих проблем с плодово-ягодными самогонами сахарный самогон всегда прекрасен но уже завтра новый год и я решил вместе с вами проводить старый год сегодня у меня на закусон сожрем петуха жареного ну на самом деле курицу и корочка ну как же без нее мандаринчики а это салат типа селедка под шубой только здесь семга ну естественно куда же без оливье и знаете я прям сейчас чувствую вот эту свежесть огурчиков которые присутствуют в оливье запах горошка колбаски свежепорезанной просто были бы вы рядом со мной ну и давайте приступим первый тост я хочу выпить за своих подписчиков за своих подписчиков друзей очень много людей которые постоянно мне пишут с которыми мы очень хорошо общаемся я хочу вам всем пожелать в новом году море успеха много денег и очень много счастья давайте за вас подписчики смотрите шут 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 прекрасный самогон прекрасный самогон И я вам так скажу, что я в нем ощущаю определенный вкус Это не просто то, что было обычно раньше Ну то есть когда я дошел уже до чистого самогона, когда я уже смог 90 градусов получать в круговую и разбавлять И этот самогон мне не очень нравился В данном случае получившийся самогон был 82 градуса То есть соответственно я туда пустил какие-то все-таки примеси Хотя достаточно хороший результат, многих он более чем устроит Особенно удивятся только те люди, которые гонят на старых аппаратах и куда еще больше чем 80 Вот, и возможно это привкусы дает много вот этих примесей Либо все-таки действительно у дрожжей есть какая-то особенность, которая дает этот привкус В общем, нужно закусить Божественно И корочка Думаю о том, что нужно сделать на сахарном самогоне На обычном сахарном самогоне, который получается очень даже достойно Получается очень чистый, чистый самогон Ну если называть это очень качественной водкой То есть это абсолютно чистый, без всяких особых примесей Когда получается, то в принципе он становится неинтересным И хочется в нем иметь какую-то изюминку Поэтому, наверное, уже стоит как-то задуматься о каких-либо настойках Вот, и я хочу вам посоветовать посмотреть видео канала Русская Дымка Они сделали множество разных настоек за всю эту осень И купили парочку в магазине И ребята дегустируют готовые продукты Определяют, что в этой настойке присутствует И какова крепость И домашняя она или магазинная Советую вам посмотреть этот видос Ссылочка будет в описании Ну, и давайте выпьем за какую-то вот эту вот смекалку, сообразительность Потому что множество разных настоек можно придумать самим На разных абсолютно травах, может быть фруктах Ну, естественно, на том, на чем предназначено делать настоечки Давайте за смекалку, сообразительность и находчивость Да, определенно в этом самогоне есть Есть привкус, есть какой-то интерес И он заходит очень легко И остается такой приятный привкус Не горящий Что-то такое Что действительно скрашивает его Не знаю, действительно, насколько это сам именно самогон Именно по дрожжам по этим Либо это так получилось мне его приготовить Закусим сёмгой Под шубой И на шубе Ну, раз в год можно позволить себе такую роскошь Как-то повелось, наверное, с давних пор Что мандарины это символ Нового Года Когда-то давно мандарины, наверное, только и продавались перед Новым Годом Хотя сейчас, наверное, то же самое И запах мандаринов это запах Нового Года Я не знаю, я особо не любитель мандаринов Я, конечно, люблю цитрусовые Я думаю, что как раз одна из возможностей настоять вкусный самогон Это мандариновые корочки Давайте выпьем за дух Нового Года Вот действительно У Нового Года есть запахи У Нового Года есть запах мандаринов У Нового Года есть запах свежайшего салата Оливье Которого приготовлен тазик, ведро Ну, потому что это самый действительно сытный, самый чёткий салат Который, как бы не надоел, все будут его есть Мы же всё-таки тоже не каждый день его готовим Давайте выпьем за дух Нового Года За новогоднее настроение Которое сейчас действительно В взрослой жизни Не так уж просто Поймать Вовремя Давайте За дух Нового Года Мандаринка Прям Заходит как себе домой Это одна из лучших закусок А сейчас я хочу немного поностальгировать Вот лично у меня разъехались друзья Осталось совсем немного здесь со мной в моём городе А когда-то мы были вместе И когда-то на Новый Год мы организовывали праздник Мы снимали квартиру Квартира снималась на двое суток Мы проводили на этой квартире два дня Мы там просто жили, да? Мы привозили туда ёлку, украшения Мы там готовили еду Мы праздновали Новый Год Мы просто гудели, кутили Просто отрывались И самое интересное, что каждый год Мы встречали 2 января Точно так же, как и 1 Мы снова накрывали стол Мы наряжались красиво Мы открывали шампанское И пили за Новый Год Я хочу выпить за друзей За наших друзей За кадычных друзей Которые даже на расстоянии Они всё равно остаются близкими Потому что в любой момент, если мы встретимся Всё будет точно так же, как и раньше Давайте за друзей И корочка Люблю Когда икринки Лопаются на язычке Ммм Ну, очень вкусно А этот салат Это вкус моего детства Здесь всё просто Тёртая на мелкой тёрочке Морковка Майонез И чеснок С детства Это мой любимый салат Я не знаю, почему Но на каждом празднике На каждом новом году Дне рождения Я хотел всегда видеть этот салат И давненько я его не кушал Самое время вспомнить Вспомнить те прекрасные времена Когда перед Новым Годом Ты заказываешь у Деда Мороза Какой-нибудь интересный подарок Но Деда Мороза-то понятное дело Что не всегда могут Осуществить именно твою мечту Но в один Новый Год Я прекрасно помню, что Мне мама пообещала, что Дед Мороз приготовил для меня подарок И я в предвкушении В 12 часов Жду Ну, когда же появится Дед Мороз с подарком Я пытался проследить за папой Я подозревал, что Деда Мороза не существует Но И это папа Но Каким-то чудом Незаметно для меня Раздается Звонок в дверь Я открываю эту дверь Никого нет И там лежит Огромадный Крутейший Конструктор Которым можно было сделать Машинку собрать В которой будут гореть фары Какие-то там моторчики Все что угодно можно было сделать Просто наикрутейший И почему-то Я не заметил Как папа Вышел из квартиры Подложил Подарок Позвонил в дверь И мой восторг Наверное перекрыл все И папа Незаметно вернулся домой И тогда я Еще на какое-то время Продолжил верить в Деда Мороза Я хочу выпить За наших дорогих пап Которые Искусно Умело Могут Для нас Сделать Вот это вот Чудесное ощущение Веры в Деда Мороза Которые могут Незаметно Подложить подарок Под елку Либо Позвонив в дверь Подложить ее На порог Давайте Выпьем За наших Пап Да Этот вкус детства Я ни с чем не перепутаю Это замечательный салат Причем Это очень полезный салат Потому что В нем много чеснока А это значит Что Все Бациллы и бактерии В зимний период времени Будут убиты И вы будете здоровы Советую Многие в преддверии Нового года Подводят Итоги Ну Подведу Итоги И я На данный момент На канале 28 тысяч Подписчиков Это Очень Даже Хорошо Я Очень Рад Тому Что Очень много Людей подписалось На мой канал Много Смотрят Мой канал Ставят лайки И комментируют На моих видео Постоянно Постоянно С каждым разом Происходят Рекорды По лайкам И комментариям Я хочу Просто Сказать Всем За это Спасибо Потому что Я Очень Признателен Всем Кто После видео О самогоне Из кока-колы Со мной Продолжает Быть Смотреть И иной раз Выпивать Вместе с моими Видео Или стримами Спасибо Спасибо вам Огромное Мои подписчики Да 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 Определенно Мне нравится Этот самогон Главное Закусывать Любимой Едой Вкусной Божественной Так как Вы ее Максимально Можете Вкусно Приготовить Ведь Без Хорошей Закуски Выпивание Вашего Вкусного Готового Продукта Превращается Просто В банальнейшую Пьянку Это стоит Того Чтобы Праздновать Новый год Это просто Лучшее Что может Быть Из закусок Просто Я не знаю Давайте Выпьем За Кулинаров Вот За тех людей Кто Действительно Очень умеет Приготавливать Еду А самые Главные Наши Кулинары Вы же Знаете Кто Это Наши Мамы И Естественно Без Своей Мамы Я не мог бы Успеть Сделать Этот стол Это конечно Не значит Что Я не умею Готовить Но Просто Напросто Моей мамы Сегодня было Немного Времени Чтобы Приготовить Эту Вкуснотищу Давайте Выпьем За наших Любимых Мам Ну а сейчас Я хочу Немножечко Внести Определенную Ясность Я не скажу Что Все Так Пишут Пишет Несколько Обычно Человек Под Одним Видеом Насчет Того Что Кое-кто Продался Теперь вопрос Кому Продался И за Сколько Все Прекрасно Знают Что С Фирмой Менделеев У нас Конкретная Договоренность И я Пользуюсь Их аппаратом Это мой аппарат И естественно При случае Я его Рекламирую Это Аксиому На данный момент На моем канале Далее Поставщики Дрожжей Каких-то Ништяков Естественно Присылают Мне все По бартеру По сути Мне не платят Конкретные Живые деньги Мне Присылают Ништяки И дрожжи По бартеру И естественно Как же я Могу Не упомянуть Видео О Том Или ином Интернет Магазине Другой вопрос В том Что Когда в видео Накапливаются Несколько реклам Значит Это видео Идет В производстве Очень Долго И Для производства Этого Видео Иной раз Действительно Используется Достаточно Много Ресурсов И Каждый Каждый Ресурс Он идет Просто По тематике И по порядку В каждом Видео Если бы Этих Ресурсов Не было Не было Естественно Самого Видео То есть Просто так Взять Идею И что-то Сделать То нужно Потратить Определенное Количество Денег Вы все Прекрасно Понимаете И все Знаете Что Чтобы все Что угодно Купить Нужно Достаточно Хорошие Суммы Начиная С того же Аппарата Который Стоит Достаточно Больших Денег Конечно Он Окупается И почему-то Все это Забывают Что Вы Окупаете Очень Быстро Все свои Затраты Купив Аппарат Но почему-то Все кричат О том Что Любой Абсолютно Аппарат Любой Ценовой Категории Это Дорого Я Этого Вообще Понять Не могу И еще Есть Очень Много Недобросовестных Блогеров Которые Рекламируют Всякую Хуйню Я не буду Говорить Какую Я рекламирую То Чем Пользуюсь Сам И Естественно Вам Рекомендую И Ваше Абсолютно Дело Пользоваться Или Не Пользоваться И Я Пытаюсь Всю Рекламу Подавать Именно Как Интеграция Именно Оно Так и Получается Что Все Четко И По Порядку Ее Может Быть Много Но Я Вас Не Заставляю По Несколько Минут Выслушивать Какие То Приролы Которые Как Обычно Используются У Блогеров Потому Что Здесь Очень 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 Четкий Product Placement В Этой Стихии И Естественно Я Не Хочу Как То Напрягать Вас Рекламу Поэтому Я Стараюсь Всегда Рекламу Подавать Как Интеграция А Она В основном Так И Получается Потому Что В нашем Деле В Самогонном Кроме Как Интеграции Рекламу В принципе И не Подашь Поэтому Я Хочу Выпить За Всех Моих Спонсоров Которые За эти 4 месяца Обратились Ко Мне Помогли Мне С Приобретением Множества Разных Ништяков С Помощью Которых Я Смог Создавать Свои Видео Может Быть Кому-то Помочь Где-то В чем-то Со Своими Дегустациями Кого-то Развлечь Просто Напросто Действительно Движитель Всегда Канала Это Реклама И Каждый Взрослый Здравомыслящий Человек Прекрасно Понимает Для чего Это делается Я Хочу Выпить За Спонсоров Потому Что Они Молодцы Кто Обратился Ко Мне Кто Поверил В меня Кто Помог В Создании Множества Моих Видео Давайте Не Обессудьте Но Я Я Них Тоже Хочу Выпить Спасибо Вам Мои Рекламодатели И спонсоры Правда Это 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 Не Водка Это Не Просто Чистоган Водка Я Тут Козенку Понюхал Действительно У Водки Там Какой То Такой Свой Привкус Такой Не Привкус А А Аромат Водку Я Уже Очень Давно Не Пил Крайне Давно Сегодня Мне Очень Все Нравится Да Семга Под шубой И на шубе В лесу Родилась Ёлочка В лесу Она Росла Зимой Летом Стройная Зелёная Была А я Иду На Улицу Головы Зажигать И Будет Фейерверк У нас Ла 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 Посмотрите Видео Канала Русская Дымка Не забудьте Подписаться А мы Идём Зажигать Фу Аааа Вот Самое Лучшее Использование Голов Перед Новым Годом Ну а Теперь Ставьте Лайк Подписывайтесь На мой Канал На мою Группу Вконтакте И Инстаграм Пока Субтитры